Легион здесь, мои дорогие друзья! Всем привет, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Underworld Office. И сегодня у нас, я так понимаю, будет новое дело. Вроде как третье, и мы с вами уже находимся в офисе. Решили сегодня прийти пораньше. И... Так, что я хотел ещё сказать? А, у нас дело будет связано с метрой, и с тем, что люди просыпаются в метро с кошмарами. Так что, давайте продолжим. Но сначала давайте вспомним, на чём мы остановились, чтобы я смог ответить то, что нужно. Так, почему тут так рано, Юджора, тебя видеть? Мне больше некуда было идти. Ага. Хорошо, ну давайте, погнали. О, и ты здесь, Шон. Ага, но солнце ещё не зашло. Ты, наверное, спать ран лёг. Хе-хе. Ай-яй-яй. Привет, Джоан. Ещё светло, а ты уже спишь. Вот в моё время. Мы просыпались ещё до восхода солнца. И выращивали урожаи. И делали всю работу по дому. И... А? И возвращались домой, когда солнце садилось. И с детьми возились. И всё это при свечах. Вот как. Ой, ты такая старушка. Кто ж в наше время свечи-то жжёт? Но всё равно ещё рано. Почему ты не захотел подпоп... Пободрствовать... Пободрствовать подольше. Дела поделать. Всё в порядке. Ведь ты и Хейден здесь. И Джоан, и... Босс. И мне здесь нравится. Ты... Юджин, Юджин, иди сюда. Ой, иду. Что ты собираешься делать с пацаном? Босс этому не обрадуется. В смысле? В смысле Юджин-то уже здесь. И... Может, всё не так, как мы думаем? Ай-яй-яй. Юджин, Юджин. Котя мне сказал, что ты начал разговаривать с одноклассниками. А? Ты раньше ни слова не говорил. А теперь можешь и три подряд выдать. Мяу. Так ты дошёл до школы. Люк. Ты так много со мной разговаривает. Мяу. Мне кажется, Котя бегает за Люком по городу. Он тебя видел в школе. Люк всегда хотел поговорить с тобой, потому что вы сидите рядом. Но у него ни разу до этого не получалось. О, вот как. Хм-хм-хм. Эй, я выбрал вариант. Почему он не действует? Он мог бы просто поговорить со мной. Надеюсь, Юджину теперь комфортнее в школе. У нас тут не дорама. Эй, новичок, подойди сюда. А? Что такое? Как у Линды сегодня дела? Как мама? Выглядела прекрасно. Мм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. Вообще, правильнее было бы сказать первое, потому что, ну, из-за того, что он был рядом, ей было плохо. Но, с другой стороны, это будет, наверное, грубо. Ну, ладно, давайте уже выберу это. Она выглядела лучше, чем когда ты был рядом. Правда? Правда? Приятно слышать. Такое облегчение. Камень с души, да, Шон? Всё так. Спасибо большое. Ты что, плачешь? Шон? Я просто благодарен, что я могу немного успокоить её душу, пусть даже вот так. Шон. Можешь выплакаться, если хочешь. Юджин понимает, молодец. Ты что, плачешь, Шон? Ну ты и плакса. С этого момента буду звать тебя плакса, Шон. Я... Я не плачу. Ещё как плачешь. У тебя вон даже из носа течёт. Ты носом тоже плачешь? Милота. Перестань насмехаться надо мной. Не текло у него из носа. По-моему, это чуточку слишком. Бе-бе-бе. Шон плакса. Хе-бе-бе. Хе-бе-бе-бе. Оу. Как ты обращаешься с плачущим человеком? Ты определённо ведёшь себя как монстр. Нам нужно серьёзно задуматься, не выгнать ли тебя отсюда. Ну что на этот раз? Прекрати издеваться над детьми. Если хочешь заботиться о них, то делай это без насмешек. Так вы сами первые всегда нашего новичка задираете. Закрой рот. Если тебе так дорог наш новичок, так возьми и сходи сегодня за ним. Парниша уже должен быть дома. Солнце садится. Эм... Вообще-то... Хейден и Ривер уже работали с Юджином. Так что на этот раз очередь Джоан. Мы должны идти. Босс! Да, мэм. В чём дело? Эм... Только не злитесь. Мальчик уже здесь. Что? Что происходит? П-привет. Что я должен делать сегодня? Ты... Почему ты... А? Ты сейчас должен бодрствовать. Почему ты здесь? Ой, я... Рано спать лёг. Я раньше никогда так здорово не проводил время. Подожди, так причина в этом? А? Я думал ты рано доснул просто потому что устал. Мне нельзя рано засыпать? Юджин, ты пришёл сюда потому что думал... Я его уже отчитала. Так что слишком уж не сердитесь. Иди за мной. Иди за мной. Вот дерьмо. Босс! И почему никто из вас ничего не сделал, когда дело стало пахнуть керосином? Босс схватил вас за рубашку со спины и утащил. Комната Юджина. Это я виноват. Это же я взял смертного на работу. Что... Что происходит? Ты больше не должен у нас работать. Что? Ну, за мной же ещё остался долг, который нужно отработать. Проблема не в долге. Я забираю у тебя цветок защитник. Таким образом ты больше ничего не должен. Я... Я не знаю, что я сделал не так, но мне очень жаль. Юджин, ты серьёзно не знаешь? Всё кончено именно потому, что ты не понимаешь, что сделал не так. Я не говорю, что ты во всём виноват. В смысле, конечно, виноват, но в этом есть и моя вина. Надеюсь, я никогда тебя больше не увижу. Босс! В глазах внезапно потемнело. Оу. Неожиданный поворот пошёл. Босс! Цветок! Он и вправду исчез. Неужели все на свете... Всё на свете вот так исчезает? Вы заметили что-то у окна? Это... Письмо... И шапочка Хейдена. Мне очень жаль, что всё так сложилось. Но босс прав. Мы переборщили, иначе я обращался с тобой как с одним из нас, призраков. Мне правда жаль. К письму прилагаем шапочку Хейдена. Он разрешил одолжить её тебе, но только на один раз. Когда её одеваешь, ты можешь разговаривать с кошками. Он очень хотел тебе её одолжить. Я тоже хочу, чтобы тебе... Я тоже хочу что-нибудь тебе дать, но у меня совсем мало вещей. Так что если тебе понадобится моя помощь, просто позови меня по имени, и я сразу помогу. Пожалуйста, прости нас. Прощай, Юджин. Она не назвала меня новичком. Ай, как тяжко пацан вздыхает. Что? Джо... Джоан? Почему вы здесь? А что не так? Я что, не могу просто так прийти? Эм, нет, просто... У вас же на самом деле нет причин приходить. Совсем никак... Никакого сочувствия у нынешней молодёжи. Что ты, что Хейден. Шить меня учат. Ай-яй-яй. Ты, бедняжка, выглядишь так, будто в обморок сейчас грохнешься. Так что я пока побуду тут. Я... Я думал, что для вас появляться вот так днём утомительно и сложно. Я пока не померла. Очень даже хорошо жила, знаешь ли. А. Я пока не померла, очень даже хорошо жила, знаешь ли. Мелкие провинности мне вреда не принесут. Притворись, будто меня нет, и занимайся своими делами. Ну, вы здесь. Это станция... Дверь. Цветы, сегодня... Следующий раз. Домашка. Эй, капюшончик! А? Что делать, если ты пытаешься спасти принцессу, но у тебя нет ни меча, ни лошади? Тогда идёшь и добываешь либо меч, либо лошадь? Пожалуй. Что с ней такое? Не понимаю, как день прилетел. Я не сказал ни слова. Так странно больше ничего не говорить. За что меня выгнали? В смысле, конечно, виноват, но в этом есть и моя вина. Он сказал, что несёт ответственность за мою вину, но я этого не понимаю. Я просто перестал быть им полезным. Здесь или там. О, люк. Эй. А? Что? Люк? Ага. Можно я рядом присяду? Ладно. Хе-хе. Я просто подумал, что ты сегодня молчаливый, больно. Ты и так-то обычно тихоня, но сегодня прямо из ряда вон. Ты в порядке? А, люк внимательный. Стоп. Может, люк... Мог бы указать мне на то, что я... Чего я не заметил по поводу того, что произошло вчера. Вы решили довериться люку и спросить. Ты... Ты знаешь, эм... В общем, тут со мной одна штучка случилась. Да-да. Эм... Короче, я кое-кому кое-что задолжал. И, короче, я помогал этому кое-кому в его офисе. Типа, подрабатывал. И? И мне очень нравилось там работать. Это было немного опасно, и сама работа была для меня в новинку, но... Мне говорили, что я очень отлично справляюсь, и... Хвалили меня. Люди там... К... Классные. Это здорово. Особенно знаю тебя. Я думал, тобой там помыкали, плохо обращались, не знаю. В... В общем, я вчера пошел на работу сразу после школы. И... Босс внезапно ужасно рассердился. И... Выгнал меня. Выгнал? Да, он сказал, что виноват был я, но и на нем тоже лежит... Э... Ответственность. И что он попрощает мой долг, так что мне больше не нужно туда ходить. Хм... Это твой босс просто посмешище. Скажи? В... В общем, вот что случилось. А я... Я все не возьму в толк, почему он так поступил. Я бы, наверное, почувствовал себя так, будто меня предали. Скажи. О, кстати, кстати. Ты сказал, это было опасно. Насколько опасно? Эм... Ну, эм... Блин, тут очень, на самом деле, такой сложный выбор из вариантов. Надо подумать, на самом деле. Ну, тем более, что это прям опасная работа, я думаю, ему не стоит. А вот, если сказать второй вариант, то вполне это будет звучать так, что, типа, вот, мол, Юджи мог что-нибудь сломать, разбить или еще что-нибудь сделать. И тогда он бы должен был очень, скажем так, много денег, и поэтому пришлось бы ему работать там долго. Так что, давайте возьмем второй вариант. Возможно, мне бы пришлось заниматься этой работой вечно, если бы я где-то накосячил. Чего? А тебе не кажется, что это как-то слишком опасно? Хм? Да, но... Все было в норме, потому что ребята, что там работают, защищали меня. Но шанс-то на косячи все равно был. А ты так говоришь, как будто вообще никаких проблем не было, и все легко и просто. Ты... да? Но для того... для такого, как я, быть полезным настолько, что его хвалят, это большая редкость. Так что мне было все равно. А когда ты пришел на работу пораньше, что сказал босс? Да ничего особо. Спросил, почему я так рано. И что ты сказал? Я сказал... Что я пришел, потому что никогда раньше ничто не доставляло ни такого удовольствия. А Хейден тоже там работает? Что? Так, видимо, он понял, да? Так, а вот за эту небольшую паузу перед репликой, я, конечно, извиняюсь, просто зевнул. Случайно. Так. Ну, блин. Ой, еще раз, извините. Слюной подавился. Ну, я не думаю, что нам стоит рассказывать об офисе, потому что... Босс не оценит, даже если мы потом каким-то образом туда вернемся. Ну, хотя... Мы, наверное, можем доверять Люку. Почему бы и не рассказать? Ну, а с другой стороны, он может подумать, что мы какой-то дурачок, раз такое ему рассказываем. Ну, хотя, ладно, давайте ему все-таки все расскажем, потому что он явно еще в тот самый день, когда пришел в школу... В школу, да. Пришел в школу после... Нашей... Терапии с Хейденом. И он там уже что-то подозревал. Так что... Давайте уже расскажем, ладно. По-моему, Люк что-то понял. Думаю, пока мне следует просто сказать да. Да. Знаешь, мне кажется, я знаю, почему твой босс так решил. А сформулировать не могу, блин. А? Может быть, ты тоже не до конца понимаешь? Эм... Ох, как же, блин, тебе объяснить? Одно могу сказать точно. Его решение тебя уволить было из лучших побуждений. Ох, нет. Прости, Юджин. Ну, вот что я тебе могу сказать. Твой босс так поступил, потому что волновался за тебя. Если Люк так говорит, может, это действительно моя вина? Короче, прости, что не могу по-настоящему помочь. Нет, спасибо, что поговорил со мной. И будь осторожен. Серьезно, я переживаю. Пойду я, убедимся завтра в школе. Он смышлёный. Не то, что большинство нынешней молодёжи. Джоанн... Хм... Ты... Ты тоже думаешь, что я сделал что-то не так, Джоанн? Ай-яй-яй, о чём ты вообще спрашиваешь? Если не хочешь доверять ему, так не доверяй. У меня вот не было никого, кто мог бы посоветовать мне что-то подобное. Лучшие из нас умерли раньше всех. Лучшие, худшие. Смерть происходит за секунду. Да и в любом случае, ты должен быть благодарен, пацан. Раздражённая Джоанн исчезает в темноте. Блин, я не тот выбор сделал, ладно. Ладно. Ладно, я делал не тот выбор. Бывает. Не, ну типа я же доверился Люку. Я ему всё рассказал, попросил как бы поддержки. Так что с чего это вдруг Джоанн решила, что я ему не доверяю? Ох уж эти старые люди. По словам Люка и Джоанн, босс выгнал меня, потому что хотел, чтобы я был счастлив. На самом деле я был счастлив там. Просто был. Что такое? Ну мы это видели ещё в начале, в этот момент с зеркалом. Я устал от себя, от этих снов. Глава 4 Раннисон завершена. И вот такой вот Артик нашего с вами Юджина. Куда и зачем его только можно брать, я не знаю, но он как бы есть, да. Глава 5 Чарли. Погнали. Джоанн. Всё было тихо и спокойно. Похоже, Джоанн здесь нет. Ах, который час? Ну это погоди. Так, а здесь получается выборов у нас не было, а вот здесь у нас выборы будут в пятой главе. Хорошо. Так. Когда я доберусь до школы, занятие уже закончится, даже если очень поспешу. Уф, пора выходить на улице. Я думал, когда... Кто-нибудь меня спросит, почему я не в школе. Хотя, наверное, сейчас как раз закончится занятие. Так, тихо, не нажимай на кнопки. Я просто так вот сделал вниз, чтобы появился... Появился диалог, монолог. Ну, монолог скорее. Ну, там такой звук был, будто я на кнопку нажал. Вот этого не надо. Не надо так делать. Если бы я взял и просто исчез, заметил бы это хотя бы люк. А? Что? Мы знакомы? Нет. Так чего ты мне акаешь? Подразы хочешь, а? П-простите, извините. Такой мелкий засранец и на драку со мной нарывается. Капец. Мужчина плюнул и отвернулся. Что это за чувства? Я его даже не знаю, но... Нечто кажется мне знакомым. Я чувствую, что должен проследовать за ним. Вы медленно пошли за мужчиной. Мужчина плюнул налево. Вы вплотную следуете за ним, чтобы не потерять его. Стоп. Здесь не так много людей. Когда вы нагнали мужчину, вы увидели, как он снова повернул налево. Так, немного подстать. Когда вы повернули, человек уже исчез. К-куда он подевался? П-простите, вы не видели мужчину с... А? А... А вдруг он поинтересуется, зачем я спрашиваю? Что мне тогда ему ответить? А, уже ничего. Ничего. Что случилось? Ты в порядке? Нет, я уже ничего. Вы развернулись и побежали. Вы бежали и бежали по знакомым улицам, пока не добрались до станции метро. Может, я смогу встретить офисных призраков, если буду просто кататься на метро? Тогда, по крайней мере, я смогу попытаться снова с ними поговорить. Ах... Спущусь, наверное, в метро. В метро. Так, ребёнок стонет и плачет. Ой, что тебя разбудило? Почему ты плачешь? За мной что-то страшное гналось. Что-то страшное? Всё в порядке, детонька. Это был просто сон. Иди ко мне, бабуля с тобой. Что-то страшное? Стоп. Что-то подобное уже было. Призраки. Это призраки. У меня было такое же ощущение, когда появлялись призраки. Призраки навевают кошмары, когда люди засыпают в метро. Что же мне делать? Я должен что-то предпринять. Но что? Это станция. Я смог выйти из тела, когда коснулся рольставни на той... На этой станции. Может, так я смогу поговорить с призраками в метро? Может, я смогу говорить их и насылать кошмары? Но что же мне делать с моим телом? Спрятать его возле загробного офиса. Я спрячу своё тело, когда выйду из него. Похоже, монстры всё равно не могут проникнуть на станцию. Меня наверняка поймают работники офиса, но... Раз я больше на них не работаю, я могу делать всё, что захочу. Они, наверное, очень разозлятся. Но я подумаю об этом позже. Может быть, они снова возьмут меня на работу, когда увидят, какой я полезный. Я хочу решить эту проблему. Поехали. Через несколько мгновений. Всё хорошо. Хорошо. Как только я усну и стану призраком, я уточу своё тело и спрячу его. Три. Два. Вы слишком напуганы, чтобы прикоснуться к ставне. Как? Как мне прикоснуться к ней? Я же в прошлый раз чуть не умер. Нет, соберись, Юджин. Я должен это сделать. Я должен. Вы плотно закрыли глаза и прикоснулись к роль ставни. В глазах внезапно потемнело. Уф, какое облегчение. Монстров рядом нет. Нужно поспешить и спрятать своё тело. Вы поспешно утащили своё тело вниз. Какое тяжёлое. Какое тяжёлое. У меня теперь будут фантомные боли. Так, куда же мне положить тело? Меня, наверное, можно будет принять за пьяного. В любом случае, рядом с офисом лучше всего. Есть большая вероятность, что меня поймают, но... Меня, вероятно, и так, и так поймают. Пора вернуться на платформу. Я, наверное, наткнусь на блуждающего призрака, если буду кататься на метро. Верно? Почему этот призрак насылает на людей кошмары? Хм... Может, тут какое-то ненаразумение, как с котей? Я ведь на самом деле бросаюсь в это с головой, даже не понимаю, что происходит. Мне ведь ничего... Мне ведь нечего возродить, когда... Люк говорит, что я ввязываюсь в опасной ситуации. Осторожно! Двери закрываются! Стойте! Я должен успеть! Ого! Я этого не понимал, потому что до этого всегда выходил на работу по ночам, но... Но, а что дальше, мы узнаем с вами в следующей серии. Сегодня мы закончим пораньше, просто потому что у меня закончились билеты. На самом деле, я думал, что и хватит на чуть подольше. Ну ладно, на всё равно время уже подходит к концу. Собственно, у нас уже скоро будет финал. Сейчас идёт пятая глава, шестая, а потом уже седьмая и концовка. Так что, я думаю, ещё серии 3-4 и мы с Underworld Office закончим. Ну а пока, если вы до сих пор не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, которые я все вижу, читаю, лайку и, конечно же, на них отвечаю. Ну и не забывайте подписываться на мой второй канал, ссылка на который есть в описании под роликом. Ну всё, здесь был Легион, увидимся в следующем ролике.